шапка я один раз пришел к врачу за таблетками это было не в поликлинике в другом месте спрашивает какой сейчас месяц он не смотрит спрашивает какой сейчас месяц игры июнь смотрит на меня смотрит уходит приходит с другим врачом и не уговаривает меня на госпитализацию всем привет меня зовут сергей с я художник и у меня диагностирована шизофрения я помню себя наверное немного в 13 лет собственно тогда я и начал замечать какие-то странности которые происходят с этим миром как оказалось впоследствии эти странности происходили со мной наверное я был обычным но немного нервным ребенком и у меня были какие-то странности с восприятием окружающего мира мне очень нужно было само выражение я обклеивал по разному комнату в которой я жил и все реагировали на это немного странно например я сделал аппликацию в виде картины где черепаха ползет по дороге пустыня и стоит знак и там нарисован кран с водой написано до воды бесконечность и для меня это было по сути первая такая работа с желанием следать я даже не помню как именно что меня побудило сделать ее просто я сделал и все потом родители ко мне подходили и я слышал что они были немного в шоке я не знаю как это еще можно назвать и я понял что некоторые вещи наверное лучше не делать и стоит их поддержать себе то есть у меня была такая реакция на восприятие других людей но впоследствии уже когда я стал взрослее и мне в принципе стало плевать на чужое мнение не то чтобы плевать в общем когда я перестал от кого-либо зависеть я смог бы делать то что я хотел делать вот именно в подростковые годы я пытался быть нормальным пытался находиться в рамках каких-то шаблонов для того чтобы люди не называли меня странным как сказать у меня школа была довольно таки и не знаю как подобрать слово не криминальная вот это вот по детскому криминальный то есть могли подойти ребята спросить а почему ты так выглядишь почему ты вот носишь вот это вот и собственно мог возникнуть конфликт чаще всего на возникал и как правило ничем хорошим это не заканчивалось поэтому в любом случае я не мог быть до конца тем кем я хотел потому что это было чревато такими последствиями у меня никак не удавалось себя отстаивать иногда вознимаю возникали конфликты в которых я оставался либо потерпевшим либо я просто пытался быть таким незаметным чтобы не попадать в конфликт то есть у меня не было вот этого опыта борьбы с окружающим миром скорее я выбрал тактику скрыться от всего что возникает все что вызывает какую-то агрессию и пытался просто пройти мимо никак не реагировали это до сих пор для меня большая травма которая сейчас прорабатываю с психотерапевтом они просто не замечали или делали вид что не замечали мне в то время нужна была поддержка мне нужен был совет как поступать например вот в этой ситуации в виде какого-то конфликта но я не находил этой поддержки и мне приходилось вывозить все самому у меня это выходило наверное за рамки приемлемых норм например если мы говорим там о каком-то детстве немного раньше чем 13 лет то у меня был воображаемый друг это было приведение я поднимался на крышу бани и у меня стоял телефон я созванивался с этим приведением то есть скорее я назвал это странным не потому что так принято называть эти паттерны поведения в обществе а скорее потому что я сам понимал что то что происходит вокруг меня не похоже на то что происходит у других примерно в 13 лет я это и понял когда я нашел контакт со своими сверстниками и начал как-то более-менее с ними общаться когда я слышал что говорили о ней я понимал что у меня не так но я не пытался это афишировать и говорить об этом просто я понимал что вот то как живут они это вот так так как живу я это вот так и я пытался для того чтобы нельзя было понять что я живу по-другому выглядит так как будто я живу как они наверное в желании того что приносит какое-то удовлетворение то есть для кого-то это может быть был просмотр телевизора или там уже когда пошли какие-то употребление спиртных напитков курение там гуляния и так далее я опять же вливался в компанию и пытался соответствовать но для меня каким-то основным мотивом жизни были переживания внутренние переживания которые были во мне я хотел их разобрать я хотел их как-то сублимировать в творчество я тогда начал играть ноута на гитаре я пошел в кружок я начал писать песни 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 были конечно полное дно если говорить сейчас честно спустя какое-то время оглянувшись назад но тем не менее сейчас я понимаю что это была какая-то попытка что-то создать сделать что-то и выплеснуть вот весь внутренний мир который у меня вот болтался в этом котле который находился внутри меня для того чтобы чувства и переживания вышли наружу потом это где-то опять же лет может быть в 13-14 началось изобразительное искусство если это можно так назвать я занимался этим бессистемно и я бы не сказал что у меня был какой-то определенный стиль или какие-то другие отличительные черты в общем я это делал просто для того чтобы те чувства которые меня переполняли немного сбавили свои обороты и я мог жить дальше делал был вообще так я после школы поступил военно-технический университет где прослужил около полутора лет и меня комиссовали по состоянию здоровья это был не психический диагноз это был нейродермит это такое кожное заболевание и потом после этого времени я сепарировался от родителей я начал жить один и в какой-то момент я начал встречаться с девушкой и она сказала что наблюдает за мной некие странности там и странности у меня было де реализации деперсонализация иногда даже случались галлюцинации и тогда я просто пошел к психиатру потому что мне действительно был служил сложно и трудно и кроме всех вот этих вот невеселых симптомов у меня было чувство глубокой внутренней пустоты которая просто меня разорвало и я пришел к психиатру и рассказал все как есть он не выписал карбамазепин или еще что-то и вообще поставил диагноз эпилепсия и от непонимания человека из медицины от которого я ждал помощи я понял что там я поддержки не найду и просто отложил все эти проблемы в сторону пытаясь наладить жизнь какими-то другими способами но спустя наверное год-полтора у меня случился первый психоз потери критики и тогда я понял что дело действительно серьезно и я обратился уже в стационар в арзамасской больнице и я помню я пришел к психиатру она посмотрела на меня и как она сказала так он горяченький она отправила меня в больницу имени кащенко в областной в нижний новгород где собственно мне поставили первый диагноз шизотипическое расстройство и спустя несколько лет диагностировали шизофрению вообще все было так ко мне пришли гости мы пили чай по моему там не было даже никакого алкоголя и в какой-то момент я слышу что за дверью кто-то стоит и я смотрю в глазок и вижу что там стоят какие-то ребята я открываю дверь и за дверью никого то есть они убегают и и я начал ловить этих ребят вы я убегаю на улицу и вижу что к веткам деревьев привязаны веревочки и за эти веревочки дергают для того чтобы видел что якобы ветки качаются сами есть такой термин газлайтинг когда здоровые люди хотят в душить человеку что он психически болен и вот в тот момент мне казалось что меня газлайтинг что есть определенный круг лиц моих знакомых которые меня газлайтинг и я хотел доказать что я психически здоровый и все что они сейчас делают это их проделки и общем я начал искать вот эти вот веревочки за которые не дергают там было во дворе дома теплотрасса я там вот эти вот железные листы срывал чтобы дотянуться до этих веревочек и уже где-то под утро где было может быть часов пять это было летом то есть уже было светло я подобрался к оценковому на листу под которым сидел человек который дергал за веревочки и у меня в руках была эта последняя веревочка я думаю ну все вы попались и я открывал этот лист там просто земля я такой я понимаю что дела вообще очень плохо и тут подошли друзья не говорят мы уходим а я пошел домой лег спать и на следующий день я пошел к психиатру на следующий день пришел в себя и позвонил по знакомым узнал какой врач наиболее компетентен в этом вопросе и поехал к этому врачу то есть я пошел уже не в поликлинику просто к участковому терапевту а я пошел к практикующему психиатру в отделении арзамаска психиатрической больницы и она мне написала она мне сначала предложила полежать собственно в отделении я сначала согласился но побыв полтора часа в этом заведении я понял что я не хочу там находиться там отделение было поделена две части на одной части находились буйные больные на другой спокойные больные там были кровати вот с этими пружинными сетками которые были протянуты почти до пола и мне так повезло что вот это здание она находилась буквально в семи десяти минутах от квартиры которую я снимал и я сказал что я буду просто приходить на процедуры и уходить домой и в тот момент у меня возникло чувство тревоги без причинной тревоги как будто бы мне нужно сдавать какой-то очень важный экзамен который повлияет на всю мою жизнь вот примерно такое чувство помножено еще на очень много чисел меня просто разорвало это чувство я тогда курил сигареты и я разрешил себе курить сигареты каждые полчаса и вот буквально от получаса к получасу я сидел и ждал для того чтобы не сойти с ума и читал мантру все будет хорошо все будет хорошо все будет хорошо все будет хорошо и спустя может быть там дня три я понял что я не увожу и что процедура мне не помогают и тогда мне дали направление в областную больницу ну они мне кажется замещали за мной странности и ранее и в принципе подходить к человеку который довольно таки сильно возбужден и срывает листы с теплотрасса просто в принципе небезопасно поэтому я думаю что в данном случае у них сыграл какой-то рассудок здравого смысла и они не стали меня прерывать и мне что-то доказывать и наверное мы сделали правильно что не вызвали скорую помощь потому что иначе бы меня увезли в психиатрическое отделение а в то время психиатрическое отделение находилось в здании старой церкви и там были просто ужасные условия поэтому я думаю что они поступили наверное так как бы я хотел чтобы они поступили ну мне же не сразу сказали что у меня шизофрения у меня сначала был первый диагноз ф-21 что типическое расстройство мне естественно наверное как и всем кому ставит диагноз говорили что это не такая проблема с этим можно жить скоро это вообще основная байка скоро придумают лекарства которые все исцелят и все будет в порядке и ну и я как-то принял это а потом уже когда мне ставили шизофрению у меня столько в жизни произошло вот именно проблема связанных с психическим здоровьем что для меня это уже не было неожиданностью ну соответственно там были и психозы была депрессия был self-harm были галлюцинации попыток суицида по моему не было но в общем довольно таки широкий спектр странностей или как это можно широкий спектр симптомов вот так вот и поэтому когда мне сказали что шизофрения ну мне уже было в принципе все равно как это называется я понял что вот это есть в моей жизни и с этим надо как-то учиться жить это было самое важное не могу сказать у меня не было какого-то определенного триггера я могу сказать что вот этот вот первый психоз у меня случился и вот это вот был будто щелчок и все вот с этого момента моя жизнь изменилась то есть я думаю что это был и основной отправной точкой отсчета из-за чего она случилась я не знаю может быть у меня просто в голове набралось столько много каких-то негативных переживаний что пружина натянулась не выдержала и лопнула а дальше все уже пошло вот так вот ну вообще у меня было довольно травматическое детство если можно это так назвать поэтому много странных вещей привели к еще более странным вещам плюс естественно у меня не было какой-либо поддержки которая мне требовалась вообще ниоткуда то есть у меня я бы не сказал что были какие-то друзья с кем я мог бы обсудить свои проблемы и так же у меня не было возможности обсудить эти проблемы с родителями ох у меня вообще собственно с постановки диагноза у меня начинается такой новый виток в жизни который является совершенно нетипичным для любого человека я получилось так что переезжал из Арзамаса в Нижний Новгород потому что мне нужно было лечиться в Нижнем и вообще Арзамас уже был не тем городом который меня привлекал и тогда я встретился с людьми на новой работе которые впоследствии очень сильно повлияли на мою жизнь и в начале у нас был заработок эта компания зарабатывала в интернете через смс сервисы потом смс сервисы отвалились и мы начали заниматься делами которые противоречат УК РФ это было мое первое уголовное дело не сказать чтобы там не мокруха это было мошенничество мы воровали деньги у банков я не говорю что это хорошо но в тот момент у меня не было другого способа заработать в том состоянии в котором я находился мне было плохо и работать на другом месте я просто не мог и в тот же примерный период уже в конце вот этих двух-трех лет в моей жизни появились наркотики а именно потому что он является хорошим стимулятором и это вообще единственное что могло меня растормошить в это время потому что даже сейчас во время рецидивов я могу просто неделями валяться на кровати и корчиться от душевной боли в то время я выбрал этот путь потому что я просто не видел других путей мне нужны были деньги для того чтобы как-то жить просто я имею ввиду сейчас решать какие-то бытовые вопросы покупать еду и так далее и не то чтобы я пришел сам к тому выводу что мне нужен просто вот как раз в той компании люди употребляли его и мне сказали попробуй я попробовал и я понял что так я могу хоть что-то и собственно это меня затянуло у нас первое дело если я сейчас не ошибаюсь оно протянулось вместе со следствием и судом около 12 лет и за это дело за движение результатов по этому делу у меня уже началось второе потому что я не получал я не получил какого-то наказания за первое и соответственно я как-то с легкостью отнесся вот к пониманию того что мне за это может прилететь и вот буквально теми же людьми мы начали второе дело если в первом деле мы воровали деньги и мы поняли что деньги воровать нельзя потому что за это очень сильно прилетит мы занялись промышленным шпионажем то есть мы добывали информацию для каких-то компаний о других компаниях для того чтобы они смогли победить их в конкурентной борьбе ну и по итогу по решению первого суда мне назначили принудительное лечение то есть я мог бы попасть в тюрьму но так как у меня был диагноз меня положили в специальное отделение в котором собственно я и отбывал свой срок единственный и самый большой минус принудительного лечения от заключения в тюрьме состоит в том что у тебя нет какого-то определенного срока то есть каждые полгода проходит комиссия а затем суд выписывают тебя или не выписывают и то есть вот полгода прошло прошла комиссия врачи тебя не выписали значит еще на полгода и ты не знаешь сколько времени тебе придется находиться вот в этой системе там очень мало места там по-моему у нас было три палаты они были довольно большие но там кровать к кровати стояли очень тесно и буквально все время которое у тебя есть кроме летнего времени когда тебя выводят в огражденный дворик из которого собственно нельзя сбежать все это время зимой ты находишься вот в своем вот этом пробежутке между кроватью и кроватью потому что другого места просто в принципе нет и самый большой и основной минус ты совершенно не знаешь что можно ожидать от человека который находится рядом с тобой потому что там лежат люди действительно очень больные и были такие случаи когда там люди ели фекалии свои ну то есть в первую очередь это очень сильная эмоциональная и моральная нагрузка находиться в таком месте с такими людьми непонятно на какой срок то есть ты не можешь никому довериться ты не можешь по сути ни с кем пообщаться ну еще ко всему прочему там очень много людей которые так или иначе связаны с тюремной системой и там такие же порядки то есть там сразу люди делятся на касты людские и нелюдские и если ты там например из касты людских поел с кем-то из нелюдских то тебе уже руку никто сжать не будет и общаться с тобой никто не будет и ты там все свое время будешь уже проводить вот с этими людьми а вот эти люди люди которые не людские они там особо за собой не следят сходи в туалет большом они могут не вытереться могут подобрать сигарету с пола на который падала моча докурить и смотря на все это тебе становится действительно не очень хорошо неизвестно где лучше но как вышло так и вышло мне повезло в том плане что до вот этого принудительного лечения я находился в реабилитации по лечению как раз в зависимости от наркотических веществ и алкоголя и там мне подобрали определенную схему моих препаратов и заезжая на принудительное лечение мне оставили ту же схему я принимал ее так как ее принимал но тут есть один нюанс так или иначе даже сейчас при выстроенной схеме у меня рано или поздно случается обострение и схему приходится корректировать когда я находился там я не мог сказать врачу что мне стало плохо потому что это сразу фиксируется в личном деле и соответственно влияет на твою выписку когда тебя выпишут и у меня один из симптомов которые меня преследуют и по сей день это синастопатия то есть когда человек видит то чего нет это называется галлюцинация когда он чувствует чего нет называется синастопатия и то есть например я могу чувствовать как вот у меня в груди находится большой бетонный шар и меня болит и он болит и это очень очень похоже именно на физическую боль то есть это не какая-то душевная а прямо физическая боль и мне приходилось просто лежать и как-то переваривать вот это вот все не обращаясь за другими препаратами к лечащему врачу а так чтобы людей закалывали там до уровня овоща если честно я не видел только тех у кого там действительно чердак течет потому что повторюсь люди там есть разные бывали случаи когда люди от отчаяния от того что они уже непонятно сколько находятся в этом месте и они не понимают сколько им еще находиться они пытаются совершить суицид то есть при мне например один человек пропустил себе вену на руке то есть у него потекла кровь ее вытекло немного но тем не менее а там система такая что есть же три типа принудительного лечения первое это принудительное лечение общего типа это вот на котором находился я более строгое как она называется усиленного типа и спец интенсив вот спец интенсив это уже с охранниками с автоматами это тюрьма в которую там заводят маньяки а вот усиленного типа это больница но более строгое и когда человек с какого-либо режима провинился его скидывают на режим поменьше и там опять же он лежит не какой-то срок а вот эти вот полгода и после полугода если выписывают то опять выписывается вот на режим послабже то есть ему еще вообще не понятно сколько лежать вот так вот устроена система второе дело как раз закончилось у меня после того что после того как у меня прошло первое и по факту я приехал уже на суд с решением по первому делу о том что меня выписывают из из стационара по принудительному лечению так как врачи сказали что я уже здоров и судья пошла на встречу и получается я выздоровел зачем мне тогда держать поэтому можно сказать что мне повезло слава богу мои близкие меня поддерживали и родители меня ни разу не упрекали и у меня есть два брата они тоже отнеслись с пониманием и у меня не было никогда такого чтобы кто-то меня упрекал этим а кроме родителей и братьев в принципе близких я бы не сказал что у меня много а те которые есть они собственно были со мной во всем этом я очень много времени на начальном этапе задавал себе вопрос за что то есть почему вот кто-то живет так как он живет не испытывает вот этих вот симптомов которые очень болезненно влияют на жизнь а потом я перестал задаваться этим вопросом и я понял что жизнь по факту это какая-то лотерея кому-то достались такие карты кому-то достались такие карты вообще у меня в принципе и согласно анамнезу по родословной есть какие-то определенные моменты которые могли бы повлиять на наследственность в этом плане но какая разница сейчас уже ну вот есть как есть так и живем ну вообще после того как я выписался из больницы из принудительного лечения я переехал в дом к родителям и занялся работой в сфере айти тогда собственно у меня получилось найти работу без каких-либо резюме и рекомендаций и в этом плане у меня проблем не было на других мне было все равно и еще так получилось что находясь на принудительном лечении хоть запрещено но тем не менее это реальность у меня появился телефон и я начал вести свой блог который сейчас называется арт шизофрения в телеграме и там я описывал быт и все что со мной происходило и когда я выписался я открыл себя ну я вел его анонимно и вот потом я сказал что вот он есть я и в тот момент я решил что я не буду врать и не буду ничего скрывать потому что это моя жизнь и это мой опыт да я делал ошибки но я извлек из этого урок и я думаю что сейчас я на правильном пути поэтому я всегда всем и открыто говоря об этом когда меня даже спрашивают какие-то там довольно близкие люди они хотят задать какой-то вопрос они начинают вот с этой прелюдии не обидишься ли ты и так далее я совершенно спокойно реагирую на все это и даже вполне себе нормально реагирую на шутки как-то в эту сторону не вижу в этом ничего какого-то о чем нельзя говорить и почему на эту тему нельзя шутить ну вот так вот получилось что теперь с этим делать мне кажется что самый большой стереотип это о том что люди которые считают что если у человека есть психическое расстройство значит он туговат на ум как будто бы психическое расстройство влияет на восприятие человека и очень много людей говорили мне о том что у тебя нет психического расстройства потому что у тебя получилось проворачивать такие схемы ну вот так я всегда всем привожу в ответ на это притчу когда человек ехал на машине и у него около психиатрической клиники сдуло колесо он начал его менять и у него четыре болта упали в водосточную канаву и он не понимает как ему ехать дальше ему из-за забора больной говорит а ты возьми из каждого колеса по одному открути прикрути и у тебя будет четыре колеса такой нифига себе как ты же душевно больной он говорит да я душевно больной но не дурак собственно вот вообще у меня очень часто какие-то вещи которые не связаны с психическим заболеванием воспринимаются за другими людьми как проявление симптома например шапка я один раз пришел к врачу за таблетками это было не в поликлинике в другом месте меня спрашивают какой сейчас месяц она на меня смотрит и спрашивает какой сейчас месяц я говорю июнь она смотрит на меня смотрит уходит приходит с другим врачом и не уговаривает меня на госпитализацию я еще с реабилитации пытался найти свой жизненный путь то есть я понимал что я уже не вернусь к деянии которые противоречат закону и я думал что же что же чем мне заняться и туда метался и туда метался прорабатывал с психотерапевтом какие-то совершенно нелепые идеи придумал а потом когда я лег на принудительное лечение я попросил холст и краски для того чтобы как-то проводить время и в тот момент у меня просто хоп щелчок и я понимаю что это то чем я хочу заниматься чем я хочу зарабатывать и это именно мой путь в этой жизни хотя я начал первое первую работу с желанием созидать если мы не считаем какие-то подростковые годы то мне было 19-20 лет то есть я сделал вот такой крюк для того чтобы по итогу прийти к тому чем я живу сейчас тот факт что я хочу стать художником приехав из принудительного лечения в Арзамас я устроился вот как я уже сказал в IT сферу проект-менеджером и решил сейчас я немного поработаю и займусь искусством и в какой-то момент там было очень хорошее материальное вознаграждение и в какой-то момент я ловлю себя на мысль о том что я уже посчитал на что я потрачу деньги которые заработаю за год и в этот момент я сам себе задаю вопрос так то есть мы будем работать еще год ты понял вообще что ну к чему мы пришли я в тот же день сказал что увольняюсь на оставшиеся деньги я оборудовал студию и занялся изобразительным искусством уже не возвращаясь туда ну у меня здесь есть четкий определенный ответ я мечтаю о том что у меня будет хорошее состояние и я смогу постоянно работать вот я не знаю что это такое компенсация это или не компенсация но как я люблю говорить находясь в студии у себя все что мне нужно для счастья есть в этой комнате вот у меня есть материалы у меня есть интернет для того чтобы общаться с какими-то людьми отправлять на выставку я мечтаю что у меня будет какое-то продолжительное время и я смогу работать без отрыва на что-либо и я верю в то что если у меня получится долго и продуктивно работать то это за собой подтянет еще и материальную сторону вопроса соответственно я смогу купить себе например какой-нибудь домик или еще что-то где-то и там я смогу работать опять же меня это полностью устраивает больше мне ничего не нужно если у меня есть возможность обратиться к людям у которых есть психическое заболевание то у меня есть несколько советов и несколько установок которые появились в моей голове спустя какое-то время переработанного опыта первое что я хочу сказать не нужно задавать вселенной и себе вопрос за что потому что совершенно непонятно за что вот кому-то вот так а кому-то вот так и если этим вопросом не задаваться то станет значительно легче второе нельзя бросать терапию которую тебе назначил психиатр ну до этого естественно нужно найти хорошего психиатра которому ты бы доверял и принимать эту терапию третье нельзя употреблять психоактивные вещества и алкоголь потому что это однозначно и стопроцентно сказывается на терапии которую ты принимаешь и быть зайкой и не грустить все